Как я стратифицирую косточки персика Хасанского клон Железова. Храню косточки в холодильнике, в чеклянной банке. После старого нового года, числа с 15 января, достаю косточки из холодильника и начинаю разбивать. Косточку ставлю на ребро, разбиваю ударом молотка, приловчившись, чтобы не повредить ядрышко, которое находится в косточке. Ядрышки помещаю в банки с водой. Вода должна быть из крана отстоявшаяся, или лучше, с речки, или с ручья. Три дня вымачиваю. По истечении трех дней беру в три раза больше объема перлита, чем объем ядрышек. Это все перемешал. Вложу в холодильник, в пакете, в пакет с дырками для поветривания и стекла воды лишней. Перлит намачиваю так, чтобы в руке, сжимая, немножко прокапывала вода. Все это помещаю в сотейник и в холодильник. Температура в холодильнике желательно плюс два, плюс три. Сратификация три месяца. Если температура больше, до пяти градусов, то стратификация происходит быстрее. Полтора-два месяца. Наклевываются косточки неравномерно. Еженедельно достаю косточки, перемешиваю, чтобы попал кислород. Они не заплесневеют, это редко, потому что перлит идеально чистый. Назобленные косточки, которые раньше просыпаются, пускают корешки, высаживаю в контейнеры на окно. Потом перевалка в открытой грунте. Массово подгадываю, чтобы эти косточки в начале марта, в середине марта, уже были готовы к высадке в открытый грунт. Заранее подготавливаю с осени площадь, на которую буду высаживать. Весной остается только скультивировать, нарезать борозды. Ширина метр между косточками в ряду 30-40 сантиметров. Это идеально. Если окулировать и выращивать на следующий гонт сортовой саженец. Всех благ, всем удачи!